Отмеряю провод по нужной длине, отрезаю бокорезами, зачищаю, чтобы можно было надеть конечник, надеваю маркер на провод, чтобы было понятно. Два часа и щит для управления лифтом собран. 16-летняя Мария Румянцева с легкостью справляется с электрическими проводами и блок-схемами. Для юной девушки отвертка, кусачки и спецовка куда ближе, чем, например, работа в офисе. Экономистов очень много, а вроде как электриков не сказала бы, что много, к тому же это востребована профессия во многих сферах. Я понимаю все это в проводах, как читается схема. В этих учебных классах студенты Краснодарского технического колледжа на практике применяют полученные знания. Боксы имитируют реальные объекты. Тут можно собрать модель электропроводки для квартиры или научиться искать обрыв цепи. Так, у нас здесь есть сигнал, значит, ну здесь все налажено и все работает. Первый в крае ресурсный центр на базе колледжа. Он объединяет в себе семь лабораторий. И несмотря на то, что сегодня у студентов праздник, в кабинетах кипит работа. Небольшой перерыв только когда в класс зашел губернатор, который приехал поздравить будущих специалистов. Венимин Кондратьев узнал у молодых людей, насколько им комфортно учиться в таких условиях. Ресурсный центр, что это для вас? Получение нового опыта в наших специальностях. И для нас это какой-то прогресс. То есть то, что мы изучаем какие-то новые схемы. Нам это интересно. Дает возможность поработать с тем или иным оборудованием, с чем мы будем работать. И это, пожалуй, главное преимущество подобных ресурсных центров. Ведь они позволяют готовить студентов для реальной работы в современных условиях. Специализированный центр капиталистов, который аккредитован по международным стандартам. То есть подготовка электриков, электромонтажников на базе вот этого именно центра проводится по аккредитации международного стандарта, союза WorldSkills. Мы здесь готовим высококачественные ресурсы для сегодня современной нашей промышленности. Современнейшие ресурсы, высокоподготовленные кадры. Конечно, рывок не только в промышленности, а во всех отраслях экономики. Вот что здесь мы готовим. Мы готовим будущее, в том числе высокотехнологичные промышленности. Вот такая сегодня стратегическая задача в том месте, где мы с вами находимся. Подготовить тех, кто завтра будет делать этот прорыв, этот рывок. И слава богу, что у нас есть такой ресурсный центр. Это не то, что ресурс, это наша надежда. Надежда, что завтра мы не будем не только покупать технологии, но и сами их создавать. Для самореализации в колледже есть все условия. Начиная от современного оборудования для оттачивания навыков до тренажерного зала, который, кстати, студенты собрали своими руками. Например, эти гантели делали в собственной слесарной мастерской. С таким же заряженным настроением, как на тренировках, ребята готовились и ко встрече с губернатором. У каждого была возможность задать первому лицу края свои вопросы. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, обратился к аудитории и отметил, что время сейчас новое, и это открывает перед молодыми людьми огромные возможности. Главное, ничего не бояться. Нужно максимально попробовать то, что позволит вам совершить жизненный прыжок в успех. Это только в молодые годы можно почувствовать, ощутить и не потерять вот этот старт, разгон с полным осознанием, где вы в жизни найдете себе применение. Не просто сидите за партами, не просто. Все время находитесь в поиске, пока вы еще в молодых годах, пока вы еще на старте. Всегда помните об этом, что слишком большая ответственность, в том числе на вас за принятое решение перед своими родителями, в первую очередь перед своей семьей, перед будущими вашими поколениями, вашими уже детьми. Я, конечно, хочу вас поздравить, но самое главное – пожелать. Не потеряйте свой потенциал в свои 15-20 лет. Раскройте потенциал, почувствуйте, где вы максимально в жизни будете успешными. И совершите прыжок, прыжок из этих стен в большой жизненный успех. Президентский указ о дне российского студенчества был подписан в 2005 году. Но самой традиции весело встречать этот день с однокурсниками уже более 200 лет. Пожалуй, ответственней всего к торжествам в честь праздника отнеслись в Краснодарском институте культуры и искусств. И это понятно – будущие актеры, режиссеры, сценаристы сами вышли на сцену и устроили концерт. Будущим работникам культуры сегодня тоже повезло. Они смогли пообщаться с губернатором. Венимин Кондратьев приехал в ВУЗ поздравить студентов. Но сначала ему устроили небольшую экскурсию по самой творческой альмаматор Кубани. Главе региона показали ноу-хау – музыкальный кадетский корпус. Поступить в него могут мальчишки после пятого класса. Кроме школьной программы, здесь 6 лет обучают игре на духовых инструментах. Можно сказать, что это самые юные студенты. Я думаю, что у ваших сверстников еще два года назад не было такой возможности. А у вас есть. Сегодня государство делает все, чтобы вы были состоялись. А кем ты в России хочешь стать? С дирижером. С дирижером. Слушай, это очень ответственно. Какой ты молодец. Как звать тебя? В Санкт-Петербурге. Я думаю, что может быть запросто не только Кубани, но и всей страны России. Сможешь? Это точно. Ну, посмотрим. Сколько лет ты должен пройти по твоим подсчетам? Шесть. Знаешь, я желаю тебе удачи. Давай, удачи тебе. Я думаю, что главное, чтобы ты не изменил своей мечте стать дирижером. Известным дирижером, большим дирижером. Очень важно прививать родную культуру с детства. О сохранении кубанских традиций и обычаев Венимин Кондратьев говорил со студентами и преподавателями. Нельзя переоценить значение культуры для общества. В ваших руках очень серьезнейший инструмент. Серьезнейший инструмент, потому что общество именно через культуру может формировать нормы и правила. Через песни, конечно, наши песни, через наши танцы, через в целом кинематограф, через спектакль. Это же подсознательно формирует, дисциплинирует, приводит к топленому знаменателю все общество. Вы будете отвечать завтра. За культуру, за нашу нравственность, за диалог, за традиции нашего великого народа. Я верю в том, что это понимаете, осознаете, чувствуете. Мы сами можем создавать и свое сегодня, и свое завтра. Краснодарский институт культуры и искусств – пример того, что инновации в образовании приходят не только в технические вузы. Интерактивная библиотека, музей народных промыслов – везде современные технологии гармонично соседствуют с традициями. И, конечно, какой праздник без подарков. В День студентов в вузе открылась собственная спортивная площадка. Теперь уж точно про самых творческих студентов в крае можно сказать и душой, и телом. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Юлия Костина, Кубань-24, Краснодар.